Часто у людей возникают вопросы по поводу турецких банков. Куда ложить деньги, какие проценты светят им, как надолго можно положить и как их снимать. И, конечно же, кому можно положить эти деньги и в какой валюте. Ну, начнем с самого начала. Первое. Какие существуют банки? Это государственные и коммерческие. Какая разница между ними? Ну, почти никакой. Если прогорит коммерческий банк, деньги у вас горят. А если государственные, то деньги обязаны вернуть. Хотя на практике показывает, что не всегда это правило действует. Так же, как и в России. В принципе, доверять можно и тем, и другим. Второе. Книжки счетов. Счета бывают только бумажные. Вам дают картонную корочку, которая разворачивается на три части и имеет чуть меньше формата А4. Каждый банк имеет свой размер и цвет. Когда заканчивается бумага, где печатают прибыль и убыль, эту карточку просто выкидывают или вам оставляют на память. И заменяют на новый. Так же и при открытии и закрытии счетов. Например, при обмене на другой счет. В виде книжки, как в Сбербанке, таких у них нет. Третье. Виды счетов. Счета бывают в местных деньгах, в лирах. Так же есть валютные счета в долларах и в евро. Каждый счет открывается отдельно, соответственно. В некоторых банках, чаще всего, почти во всех, есть процент, который вы платите банку сами за то, что имеете валютные счета. Обычно это где-то 30 долларов или евро в год. Учитывая, что процент в банках на валюту мизерный, вы можете даже потерять некоторую сумму, если счет не пополняется. Зато курс валюты всегда меняется. Четвертое. Электронные пластиковые карточки. Они даются по желанию. За обслуживание также придется платить. Каждый счет имеет свою карточку, как в бумажном, так и в пластиковом виде. Сразу несколько счетов на одной карточке. Такого нет у них. Если вы откроете, например, один текущий счет, а другой счет кладете на депозит, типа заначки, то тогда депозит вы не увидите в своей карточке и снять деньги тоже не сможете. Карточки даются в основном на текущие счета на 3 или 5 лет. В зависимости от банка. Пятое. Проценты на счете. Проценты зависят от суммы вклада. Например, до 10 тысяч лир вы имеете мизерный процент. При сумме от 30 тысяч вам дают уже другой процент. Но при этом счет закрывается. Бумажная версия счета выкидывается и открывается новый счет. На текущие счета процентов нет вообще, потому что часто оплачиваете покупки и фактуры, например. Шестое. Кредитные карточки. Такие карточки дают только с турецким гражданством и больше никак. Мне, например, она и даром не нужна. Седьмое. Кредиты в банках. Кредиты дают только тем, у кого есть недвижимость. Про работу никто не спрашивает. Никаких справок с места работы не нужно. Вы должны принести документ на свое личное жилье, ТАПУ. Либо личные документы на другое имущество. Машину или яхту. Дача, земля, домик в деревне тоже подойдет. Этот дом. А значит, недвижимость. И у нее есть тоже документ. Конечно же, иметь надо недвижимость на территории Турции. Это касается и турков, и иностранцев тоже, которые хотят взять кредит в турецких банках. Если не выплачиваете вовремя, то имущество идет в пользу банка. Даже если вам остался всего лишь месяц выплаты, а у вас сроки, например, просрочены на 2-3 месяца. 8. Владельцы счетов Владельцем турецкого счета может стать любой желающий. Для этого не нужно иметь ВНЖ, то есть вид на жительство. Достаточно своего загранпаспорта. Для начала вы должны сходить в турецкую налоговую. Верги де Иреси. Взять там налоговый номер, типа ИНН в России. Он дается бесплатно, нужен только загранпаспорт. С этим номером вы идете в понравившийся вам любой банк. И там открываете любой счет. Даже можете несколько в любой валюте. 9. Название банков. В Турции я знаю только 3 государственных банка. Гарантии банк. Наверное, самый большой банк, типа Сбербанка. В этом банке можно открыть все 3 счета. В лирах, долларах и евро. В банкомате можно снять также в любой валюте. Принимает также русские банковские карточки и есть меню на русском языке в банкомате. 10. Зираат банк. Счета открываются также в трех валютах. Но снимать деньги с банкомата можно только в лирах. У него больше всего филиалов по стране. 11. Халк банк. О нем немало известно. Это большой банк, как и все остальные. 12. Вакив банк. Этот банк имеет особое отношение к турецкой налоговой. Все счета разных фактур оплачиваются именно в этом банке. Например, на водительские права, различные налоги, оплата штрафов, медицинских страховок, по недвижимости и так далее. Но на самом деле этот банк не принадлежит государству. Скорее всего, он коммерческий. 5. Коммерческие банки. Это Денисбанк. Он был даже когда-то выкуплен Сбербанком, но позже был снова продан другому банку. Есть Акбанк, Япыкредитбанк, Ишбанккасы, Шакербанк и другие банки. Их очень много. 10. Переводы. Деньги переводить можно также и в родном банке. Единственное отличие всех банков нет русского языка. Есть английский либо арабский язык. Есть также мобильные версии. Можно оплачивать счета также через мобильное приложение. Делать переводы. Вот вроде вся информация необходимая для начала выбора банка. Я лично выбрала коммерческий банк, потому что он рядом с домом был. А вам самим выбирать, в какой банк вам идти. Спасибо за внимание.